А я скажу, я же знаю. Ну, скажи. Кидала, что ты там кидала, пишешь? 23 по 26. А это получается субботу. Суббота-повторник. Ну, конец следующей недели. Ну, я думаю, все получится. Чего бы нет. Будет дождь, будешь с зонтиком ходить. Ничего страшного. Не сахарный же, не растаешь. Так, друзья мои. Короче, вчера меня подоставали насчет, конечно, подоставали насчет фона, что у меня там за фон, за фон. И я, короче, поставила себе фон, который я сама лично фоткала в Дубае. И вот это вот здание, где снялся фильм Форс Форс-мажор? Нет. Блин, гонка, которая была. Как называется? Деньги какие брать? А турецкие турецкие лиры, ну, как бы лучше. Форсаж, да. Вот это здание, где снимали форсаж. Там можно в аэропорту поменять. Там автоматы стоят, на лиры поменять там. Но много не меняй, потому что обратно ты их не поменяешь, если вдруг останутся. Ну, и доллары, конечно. Но в лирах дешевле. От кови-то не нужна прививка? Неа. Ничего не надо. Уже нет. Дирхамы у них. Дирхамы, да. Сотка баксов выгодно. Можно поменять. Ну, мы меняли в аэропорту, когда прилетели туда. Мы не здесь покупали. Мы здесь только доллары брали, когда летели. Мне сестра поменяла тогда, когда напрямую к ней полетела. Ой, это я тебе. Ну, немножко того, немножко того. Я даже не знаю, что там можно такого. В аэропорту наебует. Там автомат стоял. В аэропорту невыгодно. Лиры можно и в Москве купить. Ну, может быть. Я не покупала просто. Мы покупали там. Да так-то и рубль можно поменять. Да? Не знаю. Я не меняла. Я брала только доллары. Доллары и всё. Вообще, во все поездки беру только доллары. А всё, что касается их валюты, я меняю на месте. Тут особо ничего не меняла. Что в Дубае, что там. По обменниках выгоднее аэропорта. Вот тебе пишут, что Шур тоже ездил. Он там жил вообще. 7 месяцев говорит, что жил в Турции. Поэтому посмотри курс туда-сюда. А что ты хочешь купить? Ну, что там можно купить? Шмотки только, если которые ушли у нас. Бренды. Ещё вопрос. А где взять доллары, если рублей нет? Ну, я бы тебе сказала, но ты такой умный мальчик, что, блин, тебе ни один совет не нужен. Ты сколько объездил? 30 стран? Или уже 35? Я уже не помню. Человек, который объездил больше, чем полмира, спрашивает у меня, где за деньги. Ох, извини, я немножко спалила вашу личность. Пока 40? Ну вот, за время нашего, как говорится, перерыва общения ты уже объездил 40 стран нашего необъятности мира. поэтому человек, который объездил 40 стран не нуждается в моих советах. Уверена, есть чему у него уже поучиться. Так что, как-то так, 40 стран. Ты все страны отметила на карте? Отметила, вернее, на карте? Нет? Ой, мы-то, мы-то, мы-то скромные. Мы-то объездили, дай бог, 10 стран. Просто я была по несколько раз в одних и тех же странах. Это немножко минус. У тебя тоже есть чему поучиться. Ну, да, не скрою. Не скрою. Не буду скромничать. Есть, конечно, позитиву и хорошему отношению к жизни. Твоя карта хранится и заполняется. Ну, я и говорю, ты там все отметил, все 40 стран. Ну, все равно